Площадка тоже готова, беговая дорожка у нас готова, осталось навести разметку. Совсем скоро в гусарской балладе ребята будут учиться в новых и современных классах. Это будет самая большая школа в Московской области. Строительство на личном контроле главы округа. Он регулярно посещает объект. Его готовность уже превышает 95%. На стройплощадке трудится около 500 рабочих и 8 единиц техники. На сегодняшний день численность 1987 обучающихся. У нас в каждой параллели получается средний от 8 до 10 классов. Это нам позволяет открыть на базе нашей школы региональную инновационную площадку для профессионального и уходного обучения. В старших классах планируют открыть обучение по медицинскому, инженерному и другим направлениям и сохранить общие образовательные классы. Подрядчик уже завершает отделку фасада на финишный прямой монтаж электрооборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован на 20 августа. Технический персонал у нас закрыт на 85%. Набор также продолжается. Проходится беседование. Мы начинаем уже договариваться о дальнейшем сотрудничестве с организациями, которые будут нам предоставлять допуслуги, и спортивной направленности, и художественно-эстетической направленности. То есть работа кипит, мы готовимся. Андрей Иванов поручил руководству школы активнее взаимодействовать с родителями, учитывать их просьбы и пожелания. А для дошколят готовят детский сад на 110 мест. Здесь же, в Гусарской балладе. На объекте уже завершили кровельные и фасадные работы и установили окна. Веранда привязана к их группам. Сколько групп, столько веран. У нас там хватает. Здесь завершить строительные работы планируют к первому сентября. Подрядчик еще должен обустроить детские площадки, установить забор и благоустроить территорию. Сегодня здесь работает 6 бригад, общей сложности 26 человек. Работает 2 единицы техники, 3 человека ИТРа. И плюс наемные организации, которые приходят, ходят монтажники окон, спецтехника и так далее. Глава округа Андрей Иванов поручил установить дополнительные навесы над входными группами, чтобы защитить их от обильных осадков. Раиса Киян, телекомпания Одинцова.